Девица Девица С вот таким железным конем Который отвезет меня в зимнюю сказку И надеюсь С счастливым финалом Класс Вот это ворвем синистого Ну что, готово? Готово, а вот и мой инструктор Тот человек, который научит управлять снегоходом Ахмат, привет С чего начнем обучение? Ну, я советую перед началом нашего снегоходного тура Чуть-чуть размяться Можем поиграть с тобой снежки Супер, готово, давай пять Перед катанием на снегоходах Как таковой разминки не требуется Но учитывая тот факт, что на улице Нам придется провести немалое количество времени А температура воздуха сейчас минус 15 Разогреть свое тело просто необходимо Не могу! Разнятая Счастливая Готовая Неистое обрываться В этот день А теперь самое время испробовать снегоход в деле Ну что, малыш Покажи, на что ты способен Ну что, погоняем! magical Тут под нами метр снега Все, пухлях ты же выпавший снег Вы смотрите, снег охотно, половина заварился, благо на нем легко вылезти отсюда. Но это просто эмоции не передаваемо. Посмотрите, картинка, виды как с картинки. Мы вот сейчас едем по Пухляку. Это как, классно? Да, это самое лучшее ощущение, которое мы с ней находим. Мы пока едем, такое чувство, что как будто на гидроцикле едем по воде. Что-то общее есть. Мы по факту едем по воде, только замерзшие. Ну и вот, действительно, просто непередаваемые. Ох, класс! Ох, как тут красиво! Просто невероятно! Ахмат, это просто восторг! Спасибо! Немного что? Тут настолько красиво, что я на ногах не могу устоять. Понимаю вас. Столько эмоций. Я уже хочу себя попробовать. Для того, чтобы покататься, тебе нужны снегоход, перчатки, очки и теплая одежда. Снегоход – верный помощник человека в преодолении снежных и ледяных преград. В передней части конструкции находятся лыжи, которые задают машине нужное направление и отвечают за повороты. Проходимость обеспечивает гусеница. Чем больше ее размер, тем меньше шансов увязнуть в снегу. Выжимаем тормоз, заводим аппарат, включаем скорость и жмем на газ. Все, поехали! Работоспособность снегоходу дает мощный двигатель. Аппарат в среднем развивает скорость до 50 км в час. Максимальная же в разных технических вариациях может доходить до 200 км в час. Однако не забывай, чем быстрее наш железный конь, тем сильнее нужно удерживать его руль и сохранять равновесие. Неоднородность почвы в горной местности и крены в поворотах могут стать причиной падения. Все, я готова? Отлично. Так, газ справа, тормоз слева. А вот эти кнопочки? Смотрите, это у нас подогревы руля, это у нас ближний и дальний свет и все остальное. Смотрите, когда поворачиваете, если вдруг вас будет наклонять в одну сторону с тем, кто глубокий, чуть-чуть телом в другую сторону подаете и выравниваете положение обратно. Все, ничего сложного. Ну что, господа, погнали! Нужно посильнее разогнаться. Я уже прожженый экстремал. Я сейчас упаду! Смотрите, вес вправо и газ, все получится. Еще раз! Это сложно! Нет! Не идет! Не хочет! Я заглохла! Ха-ха-ха-ха! Нет, ну вы все сами видели, без инструктора точно не справится. Ахмат, пожалуйста, сейте рядом. Конечно, давайте я вас подстрахую. Потому что чуть не упала. Все, можно доехать. Да, нажимайте газ, я буду вес регулировать, чтобы не заварились. А вот с такой подстраховкой уже хоть куда отправляйся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мужчины, вы тут будете кайфовать, потому что здесь нужно управлять рулем и пытаться не завалиться. Здесь реально нужна сила рук и сила мысли. Девчонки, вы будете в восторге от видов и от самого экстрима величать будут все. Всем понравится, пробуйте обязательно. Это 100% рекомендация от души. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А когда вы это делаете на пухлом снеге свежевыпавшем, вас могут заваливать направо-налево. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это, получается, для обывателя можно объяснить, когда вот едешь по асфальту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня мы проходим достаточно сложный маршрут. И в такой ситуации, при такой погоде, должны быть уверены не только в себе, но и в своей амуниции. Спасибо магазину Гигаспорт, который предоставил нам такой теплый и красивый горнолыж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда я вернусь в прекрасный, родной, но безумно переменчивый по погоде Крым, я очень хочу с теплом вспоминать эти зимние приключения. Поэтому сама сделаю и вам советую пару классных фотографий. Итак, первое, конечно, со снегоходом. Ну, без маски просто. Садимся и позируем вот таким потрясающим видом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Главный герой все-таки нашей программы сегодня – снегоход. Поэтому вторая фотография будет также рядом с ним. Немножко очистим его, чтобы было больше видно его личка. Садимся и... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И третья позировка – полная амуниции. Иногда тут пробивает солнышко и можно позагорать. А? Раз, два. Наслаждаемся! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ахмат, сколько стоит покататься на снегоходах? Смотрите, ну, цены у нас разные под любой кошелек. От 3 тысяч за малый маршрут до 7 тысяч за двухчасовой маршрут. Что значит малый маршрут? Малый маршрут – это у нас специально выверенный экскурсионный маршрут в пределах нашей поляны Софийской. Занимает примерно 30-40 минут. А большой маршрут? Большой маршрут – это к белому водопаду двухчасовой маршрут. А сколько стоят услуги инструктора или он входит? Инструктор входит в стоимость. Что еще должен знать человек, который хочет покататься? Блин, даже не знаю, что ему подсказать. Ну, по ценам. Получается, просто берем инструктора, снегоход, выбираем маршрут и отправляемся в путь дорогу. Другой говоря, да, все у нас просто. А маски, шлем – это нужно с собой, перчатки? Не-не, маски мы выдаем, шлема, если требуется, берете с собой. А перчатки? Это свои нужно иметь. Да, если что, у нас есть подогрев руля на каждой машине. Так что, я думаю, ручки не замерзнут. Человек покатался, ему так понравилось. Он, допустим, не из Крыма, как мы, а из Крыма, не во север. Он захотел себе купить такой аппарат. Сколько он стоит? Ну, цены сейчас немножко подорожали – от 600 до миллиона рублей. Где-то так будет. Снегоход – один из самых звездных представителей «Зимних забав». За рулем железного коня часто проверяет себя певец, продюсер Тимати. Актеры знаменитой франшизы кинофильма «Форсаж» Вин Дизель, Дуэн Джонсон, Мишель Родригес тоже между эпизодами киносъемок покоряли снежные и бескрайние просторы на снегоходах, как и исполнители Джастин Бибер, Дон Толивер и Брэдли Купер. А российская модель Эли Мова вообще пошла еще дальше – зафиксировала впечатление за рулем снежного мотоцикла на одной из горных вершин в Сочи для одного глянцевого журнала. Итак, после насыщенной и энергозатратной поездки на снегоходах необходимо восполнить минералы, которые мы потеряли во время катания. Для этого можете взять комплекс витаминов, либо же, если у вас под рукой их нет, возьмите просто чай с большим количеством лимона. Затем восстанавливаем поясницу. Ты вроде бы сидишь на снегоходе, и все, но на самом деле мышцы рук, спины сильно напрягаются. Теперь я обращаюсь к нашему партнеру магазину Ямагучи, который предоставил нам специальный массажер, который поможет размять мышцы на нашем теле. Руки, спина, ноги. Спасибо, Ямагучи! Все здорово! Сегодня я испытала удивительно странное, но очень классное чувство. Когда съемки связаны со скоростью, ты пытаешься ловить каждый миг какую-то деталь, тот самый момент. Это связано с адреналином. Когда ты особо остро чувствуешь каждый момент, общение с окружающими и тот самый момент жизни. Лови его, бери от него по максимуму, и обязательно, конечно, правой! Ну, конечно, хочу старый питье! Итак, после насыщенной и энерго-заказы необходимо восполнить комплекс питания. Продолжение следует... Извините!